здравствуйте добро пожаловать на мой канал сегодня хочу предложить вам приготовить вот такой замечательный тортик это торт рафаэлла всех кто любит эти конфетки и все что связано с кокосовой стружкой этот рецепт готовить обязательно торт готовится несложно а получается восхитительно вкусный первым делом нужно испечь бисквит со вкусом кокоса нам понадобится 4 яйца их отправила вот в чашу блендера они должны быть комнатной температуры сейчас сюда отправляю щепоточку соли или 1 4 чайной ложечки и с помощью миксера взбиваем 3-4 минуты до пышности яид и еще важное дело включите разогреваться духовку до 170 градусов вверх вниз без конвекции по желанию можно добавить одну чайную ложечку ванильного сахара если у вас есть кокосовый ароматизатор можете добавить его и сейчас в два захода добавляю сахар 170 грамм добавила половину взбиваю потом еще добавляю еще нужно взбить до пышной и светлой густой массы в течение 4-5 минут общее время взбивания если это мощный миксер может быть 7-8 минут если маломощный миксер может понадобиться 10-12 минут мы не используем разрыхлителя поэтому яйца нужно быть очень хорошо вот до такого состояния нужно взбить яйца след удвенчика должен задерживаться на поверхне не растекаться несколько секунд отдельно смешиваем 120 грамм муки и 50 грамм кукурузного крахмала если у вас кукурузного крахмала нет тогда в таком количестве используйте муки перемешиваем и в два захода я через сито просеиваем в тесто очень деликатно перемешиваем лопаткой движениями снизу вверх как бы раструшивая сухие ингредиенты как только снизу мука будет уже не проявляться можно добавлять следующую партию и последнюю партию добавляю 30 грамм кокосовой стружки это примерно полторы столовые ложки тесто отправляем сразу форму а нуждать не может размер моей формы диаметр 22 сантиметра низ я устелила пергаментом бока ничем не смазывала отправляем заранее хорошо разогретую духовку 170 градусов верхних без конвекции примерно на полчаса все будет зависит от мощности вашей духовки размера формы первые 25 минут духовку ни в коем случае не открывайте дайте возможность бисквиту подняться потом готовность проверяйте посерединке зубочисткой или спашкой она должна выходить полностью сухой полный перечень всех продуктов в том числе количество ложках в стаканах вы всегда найдете в описании под видео готовому бисквиту даем остыть 15 минут в форме потом проходимся чем-то острым по краю и достаем из формы даем полностью остыть на решетке если у вас есть время можно также отправить дополнительно на часок-другой в холодильник тогда его будет еще проще нарезать можем уже подготовить хрустящую прослойку она очень вкусная вот как настоящий конфетках рафаэла нам понадобится 60 грамм шоколада его нужно сейчас растопить любым удобным для вас способом и я для усиления вкуса кокоса взяла 60 грамм кокосового масла но это совсем не обязательно вы можете вместо него использовать обычное сливочное масло его тоже нужно растопить до жидкого состояния я и то и другое буду растапливать в микроволновке короткими импульсами на максимальную мощность поставила на 10-20 секунд вытащила перемешала и так до полного растворения также понадобится 50 грамм миндаля и 120 грамм кого-то вот хрустящего печенья или вафли у меня вот вафли 120 грамм миндаль я поджарила измельчаю миндаль в среднюю крошку и измельчаю вафли тоже в помощью блендера высыпаем какую-то удобную емкость добавляем эту смесь растопленное кокосовое масло или сливочное растопленный шоколад и 15 грамм кокосовой стружки перемешиваем до однородности берем кольцо или форму без дна меньшего диаметра чем ваш бисквит вот меня диаметр бисквита 22 сантиметра кольцо 20 сантиметров я одно устелила пищевой пленкой и поставила на досточку можно взять просто тарелочку отправляем сюда полностью хрустящий весь слой размазываем по дну и хорошенько утрамбовываем и отправляем в морозилку до полного застывания можно также прикрыть пищевой пленкой и сверху где-то на час другой сделаем еще одну очень вкусную прослойку это уже будет творожно кокосово-шоколадное нам понадобится 50 грамм кокосового масла или же сливочного растопленного тоже будет отлично 70 грамм белого шоколада сейчас это это нужно растопить удобным для вас способом или на паровой водяной бане или в импульсном режиме в микроволновке понадобится 250 грамм творога из идеально использовать сливочный или творожный сыр но у меня сегодня ни того ни другого не нашлось поэтому я буду использовать творог если у вас будет пастообразный творог тогда отлично если вот такой как у меня крупинками тогда его нужно или пробить погружным блендером до однородности или перетереть через сито добавляю сюда растопленное кокосовое масло или сливочное растопленный белый шоколад 15 грамм кокосовой стружки перемешиваем все это до полной однородности затягиваем эту массу пищевой пленкой или накрываем тарелочки оставляем при комнатной температуре на 30 минут чтобы кокосовая стружка нас набухла а потом сюда добавим 50 грамм миндаля добавляю миндаль у меня здесь 50 грамм я его поджарила и измельчила с помощью блендера можно просто нарезать ножом перемешиваем и наша вкусная прослойка готова мисквит по этому рецепту получается вот таким вот высоким очень мягеньким пышным советую рецепт разрезаем на 3 более-менее равных коржа в качестве крема у меня сегодня будет более бюджетная версия это сметанно-сливочный крем но конечно в идеале сделать классический крем чисто есть использовать сливочный сыр домашний или покупной сливки и сахарную пудру но у меня сегодня будет 500 грамм густой сметаны это может быть домашняя сметана или отвешенная магазинная ее отвесит на марлю минимум на 5-6 часов чтобы ушла сыворотка и потом уже сбывайте и 200 грамм сливок жирностью от 30 процентов не меньше также 100 грамм сахарной пудры но за сахарная пудра по вкусу вы всегда можете попробовать крем вкусно ли вам по сладости продукты должны быть максимально холодные с холодильника достали и сразу сбиваем где-то четвертую часть крема я отложу для замазывания верхам и боков остаток крема я разделю на три части и одну треть крема отправляют кондитерский мешок чтобы было удобнее делать бортики но можно накладывать и ложкой я буду собирать в той форме в которой пекла бисквит но это не обязательно так как крем стабильные можно собирать просто как обычный тортик если у вас есть ацетатная пленка используйте ее если нет тогда ничего страшного можно просто перед тем как будете вынимать из формы пройтись острым ножом по краю на низ немножечко крема чтобы наш тортик не ерзал первый корж я беру верхушку чтобы вверх торта получился максимально ровным в качестве пропитки я буду использовать просто молоко без сахара без ничего я его немножко подогрела микроволновке можно использовать сахарный сироп один к одному или же смесь воды и сгущенки тоже получается очень вкусно в сочетании один к четырем пропитываем количество пропитки регулируйте по своему вкусу я использую 200 миллилитров на низ половину крема то что не в кондитерском мешке размазываем по серединке кладем застывшую хрустящую прослойку бока замазываем ободком из крема сверху тонкий шар крема второй корж прижимаем пропитываем вторая половина крема только где-то одну столовую ложку оставляем чтобы замазать верх делаем ободок из крема и внутрь выкладываем нашу вкусную прослойку сверху последний корж прижимаем пропитываем сверху остатки крема и размазываем нужно дать наши заготовки хорошо пропитаться я накрываю сейчас пищевой пленкой прямо в контакт чтобы он не заветривался и убираю в холодильник минимум на 5-6 часов но я делаю с вечера поэтому на ночь можно просто накрыть каким-то пакетиком аккуратно снимаем кольцо не спеша ацетатную пленку и кремом который мы раньше откладывали замазываем вверх и бока для того чтобы с ним было удобнее работать вытащите его за минут 10 холодильника он станет помягче вы без проблем замажите бока и вверх а дальше уже декор по вашему вкусу и желанию я просто верхи бока присыпаю мелкой кокосовой стружкой и сверху украшаю конфетками рафаэла также у меня есть немножко поджаренных миндальных хлопьев тоже сверху немножко присыпаю вот такой красавец получился обязательно повторите рецепт на любой праздник это вот просто то что нужно особенно если вы любите все что связано с кокосом он очень вкусный на сегодня с вами прощаюсь если видео вам понравилось не забывайте поставить лайк если еще не подписан на мой канал подписывайтесь жмите колокольчик добро пожаловать и до новых вкусных рецептов пока пока и